Доброе утро, Новосибирск! Миллионы ароматов окружают каждый день каждого человека. А знаете ли вы, что аромат может повлиять на наше настроение и вообще на наш весь сложившийся день? А какой аромат выбрал сегодня ты? Поможет ли он тебе в преодолении сегодняшнего дня? Сегодня обязательно об этом расскажу. Меня зовут Евгений Чурилин, моя коллега-соведущая Алена Чурилина, и у нас сегодня в гостях. У нас в гостях Ольга Паченко, парфюмер, ароматерапевт. Здравствуйте, дорогие новосибирцы! Ольга Пащенко – парфюмер, ароматерапевт и аромапсихолог. Более 20 лет назад открыла для себя мир эфирных масел и свое призвание. Прошла обучение в Шанель, Кристиан Диор, Москино и других парфюмерных компаниях. Создала более тысячи индивидуальных ароматов. Доброе утро! Мы рады приветствовать вас в студии. Миллионы ароматов, ведь это правда, проходя мимо булочной кофейни, все нас преследует. А действительно ли аромат может как-то задать тонус? Или это все-таки миф? Нет, это, конечно, не миф, так как я пришла в парфюмерию из ароматерапии. И многие парфюмеры, кто вообще приверженец использования натуральных компонентов, потому что сейчас французская школа, например, полностью исключает практически натуральное сырье, все уходит в синтетическую формулу. Но у меня больше школы такая, можно сказать, арабская, восточная, парфюмерия, но в том числе я знаю французскую. И родоначальники, и все, кто выходит из, так скажем, ароматерапевтов, и кто знает вот это вот качество эфирных масел, их лечебное действие, воздействие, конечно же, очень сильно влияет. Но даже простые примеры, например, когда вы заходите в какое-то помещение, у нас почему-то в стране только-только начинают первые шаги вообще развиваться аромамаркетинг. Это когда мы приходим в какой-то магазин и чувствуем, что там очень вкусно пахнет. Вкусняш. Это очень странно, потому что, ну, действительно, я замечаю это, да, действительно, по поводу запахов это так. А почему только-только начинают? Вроде, казалось бы, духов миллионы везде, во всех супермаркетах, куда только не придешь, и везде продаются бухни. А ведь, по сути, если в булочной будет пахнуть какой-нибудь корицей, то обязательно у тебя разыграется аппетит. Это, конечно, да, это стимулирует сейчас даже масло, там эфирная корица, сама корица. Ну, я считаю, что, наверное, немножко наши предприниматели жадничают. Интересно, интересно. Потому что если вы будете где-то в Европе, то там даже ароматизируют около магазинов, да, чтобы вы зашли в магазин. То есть все пахнет. В России, конечно, в меньшей степени, но, слава богу, начинают хотя бы там салоны красоты, какие-то крупные там магазины, частные магазины. И, конечно, имеет огромное влияние. Я могу рассказать одну историю чудесную. Всегда всем интересно, что такое афродизиаки, как это вообще. Да, да, да. Это или нет. Так вот, считается, что, ну, я сейчас понимаю, что очень мало кто читает книг, но есть такая дама Таиса Финская, она описана в разных легендах. Так вот, считается, что Таиса Финская отдала все свои бриллианты и драгоценности там за несколько грамм аромата нероли. Это цветы апельсина. Это божественный аромат, который просто чарует мужчин. Это не восходит с ума, дорогие женщины, знаете об этом. Есть еще аромат туберозы. Тубероза – это не роза, это совершенно другой цветок. Он распускается ночью, имеет вообще волшебный, конечно же, аромат. Поэтому имеет огромное значение. И те, кто знают, те, кто уже познакомился, например, и ввел в свою жизнь те же эфирные масла, они пользуются разными хитростями. А предприниматели, которые серьезно подходят к своему бизнесу, которые хотят, чтобы клиент пришел к ним и чувствовал себя комфортно. Ну, вот, например, если говорить о натуральных маслах, ну, это дороговато, но даже если использовать синтетические аналоги, заходя, например, в помещение, где будет пахнуть чуть-чуть хвоей. Вообще, средний такой срез по России, мы все хвойники. Когда мы куда-то заходим, и где-то, например, чуть цитрусовый аромат, чуть-чуть хвойный, вот аромат Нового года, вот стоит его вдохнуть, и у нас уже настроение. Почему? Потому что очень якорное восприятие по психологии. У меня, кстати, в свое время был такой подарочный набор новогодних ароматов. В виде елочки, да, да, да. И там как раз-таки были хвойные ароматы, пихта, сосна, елка, и вот апельсины. Апельсины, немножко корицы, да, вот глинтвейна, да, только вот если как пахнет глинтвейн. Они были разные все, да, то есть вот какой хочется аромат, елку поливала. На самом деле удивительно, у нас сегодня вот я вижу достаточно большое количество, как я понимаю, ароматов. Расскажите, что это за такие пузыречки, бутыречки? Это очень маленькое, я принесла вам количество. Маленькое? Очень маленькое, да, подчеркнем, хорошо? Я взяла какие-то выборочные, чтобы мы могли с вами быстренько что-то составить, и вы могли тоже насладиться сегодня своим индивидуальным ароматом. Вообще, для меня гуру в парфюмерии, и, наверное, мне повезло, и многим россиянам повезло, вообще русскоговорящим, для меня такой вот гуру, много парфюмеров хороших в мире, но для меня Софи Гройсман, которая создала аромат Трезор, потому что у нее очень такой глубокий подход. Вот она считает, что если парфюмер не имеет какой-то душевного тепла, который не любит людей, который не создает что-то такое, что бы впечатляло, именно радовало, да, то есть это не для себя, для своего эго потише, для того, чтобы создал, и у меня там коммерчески это все удалось. Нет, чтобы человек вдыхая наслаждался, то он никогда ничего не создает какого-то великого, да, какого-то аналога. То есть, как я понимаю, у вашего кумира очень хороший нюх. Хорошо. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Расскажите заодно, как это все происходит. Смотрите, ну вот, так скажем, моя дорогая, любимая Софи Гройсман и другие парфюмеры, они говорят, что хороший парфюмер создаст из малого количества массу разных ароматов, поэтому то количество, которое я принесла, из него мы можем создать сотню разных сочетаний. Знаете, мне кажется, что обычно берется там один бутылечек, да, там две капельки, другого бутылечка две капельки, третьего, в общем, добивается до миллилитража и готово. А я сейчас раскрою тайну, я в детстве хотела быть парфюмером, я смешивала все мамины духи, получалось, конечно, редкостная каша. Вы знаете, вот сейчас такое удивительное время, когда я работала в парфюмере, это было 25 лет назад, отучиться на парфюмеры, даже работать парфюмером в Европе, это было очень сложно. То есть ты мог выучиться на химика, но только единицы идут в парфюмеры, потому что можно, любой парфюмер может стать химиком, не каждый химик станет парфюмером. Нужен вкус, нужно восприятие, нужно уметь чувствовать. Как создается? Давайте начнем создавать аромат, и вы нам на примере покажете, как это делается. Смотрите, вы видите название, у каждого здесь есть предпочтение, уже, наверное, мозг там обрисовал, как они могут пахнуть. У меня на самом деле, да, вот я смотрю, и написано на одной из бутылочек вода. Вода, да. То есть это запах воды. Это запах воды, да, я сейчас вам его дам, смотрите. А не проще взять просто воду, например, и понюхать ее, и получится же запах воды? А вода пахнет? Нет, я не знаю, вот я и пытаюсь понять на самом деле. Очень самый сложный акватический аромат, на самом деле, я сейчас вам скажу. Удивительно. Может, а, может быть, это, подождите, в чем-то же есть подвох, может быть, это морская вода, может быть, это вода, которая, не знаю, там. Алена, а вас какой аромат привлек? Ну, дынька, дынька, да. Можете взять дыньку. Алена активно готовится к летнему сезону, да, ей нравится дынька. Так, фрукты вот сюда. Это запах воды? Дай я понюхаю еще разочек, попробую. Ух ты. А как из воды получить масло? Из воды масло не получится. Жаль, жаль. Да, мы бы сейчас перевернули сознание многих телезрителей. Интересно. Когда создается индивидуальный парфюм, вот у нас, я надеюсь, что многие у нас уже, кто нас смотрит, были у меня в гостях в моей студии, это уникальное такое сотворчество, когда человек приходит полностью, так скажем, отключается от какой-то суеты, выбирает ароматы, наслаждается. Когда вы выбираете для себя компоненты, вдыхая их, вам должно быть хорошо. Бывает, приходят женщины и говорят, я хочу вот такой-такой-такой-такой-то аромат. Ну, мозгом, наверное, либо где-то там услышали, я говорю, а давайте вы послушайте себя, свою душу, что вам истинно хочется. И тогда мы начинаем выбирать ароматы. Ну, это вот фруктовый, похоже на адрин. Фруктовый, да, 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 безусловно. Да, очень мне интересно. Просто, опять же, возвращаясь к вопросу, как создается индивидуальный аромат. Это на основе черт характера или именно на основе индивидуальных предпочтений? Смотрите, индивидуальный аромат может создаваться, например, по четкому запросу. Вот я хочу, например, какой-то гурманский, либо кожный аромат, либо там древесный. Кошный. Но я, когда люди приходят, ну, так скажем, отдохнуть душой, я говорю, попробуйте, ну, просто пофантазировать, попробуйте сами как парфюмер, повыбирать, посочетать. Потому что, вы знаете, самое уникальное сочетание придумывают новички. А ко мне не раз пришла женщина. Ну, потому что еще тогда нюх незамыленный. Он нюх незамыленный, нет никаких стандартов, да. То есть у меня есть определенные стандарты. То есть сколько должно вводиться в парфюмерную композицию тех и иных компонентов, больше, меньше. И, конечно же, есть вкусовщина. Например, я не очень люблю акватические ароматы, которые выбрали, да. То есть мне очень нравится больше кожаный, там, древесный, кетоцидрусовый. Я его не выбирала. Нет, просто интересно было написано «вода», поэтому... Ему туда воды побольше, побольше. Вот вода и очень много компонентов, которые в акватике используются, очень много сейчас используются в разных средствах, там, так скажем, дезодорации воздуха. И люди там вдыхают, говорят, ой, дезодорантом пахнет, там, все что-то. Акватика, сложная история. И вот один раз ко мне пришла женщина, она в Новосибирске, если она смотрит, ей привет. Она бывала вообще в разных странах, она гурман. Она у нее огромнейшая коллекция селективного, нишевого, люксового парфюма. И выбирая компоненты, она выбрала укроп, причем натуральный. Укроп! Я говорю, Наталья, это вообще не моя история. Укроп. Я знаю, что... Почему не любят работать, например, с натуральным сырьем парфюмеры? Потому что оно очень долго зреет. Вообще ароматом нужно вызревать этот процесс стабилизации компонентов. Иногда занимает месяц, но бывает, занимает и до года. Чем сложнее сырье, чем больше натурального сырья, процесс стабилизации может занимать до года. Я смотрела фильм «Парфюмер». Я думаю, что я не единственная такая. Действительно ли арома масла получается вот таким сложным способом? Да. В этом фильме великолепно вообще показано, как добываются, как производятся эфирные масла. Это и метод дистилляции, когда загружаются цветы. В чан там проходит дистилляция, собираются эти капельки драгоценных цветов. Также и анфлераж, да, когда через жиры снимаются, потом получается абсолютно все верно. Сколько всего интересного. Кстати, друзья мои, чуть позже мы обязательно понюхаем, как пахнет розовый перец. А вы не переключайтесь, сейчас будут новости, после которых вернемся в студию и продолжим. Доброе утро, Новосибирск. Правильный ли аромат выбрали вы сегодня? Потому что от этого, между прочим, может зависеть весь ваш день. Как он сложится, как он пройдет. Все ли сегодня получится? Вот Евгений... Выбрал, называется розовый перец. Пахнет действительно перцем. Как ни удивительно. Да, жаль, что камень не передает всех запах, но аромат потрясающий. Мы сейчас продолжаем, дорогие друзья. Попробуем собрать какой-нибудь интересный аромат для моей коллеги-соведущей Алены. У нас в гости Ольга Паченко, парфюмер, ароматерапевт. И в перерыве мы вместе с Ольгой похимичили и набрали несколько ароматов. Я могу сказать так, возьмите, пожалуйста, мне кажется, что это нужно закрутить, потому что аромат имеет свойство вветриваться, окисляться, безусловно. Давайте попробуем что-нибудь сделать, какую-нибудь композицию. Давайте. Давайте. Что для этого нужно? Алена выбрала у нас, она любит, сказала, что фруктовый аромат. Я выбрала фруктовую базу, я к вам подготовилась. Наверное, фруктовый это самые распространенные запахи, как я понимаю. Ну, сейчас, да, сейчас очень сильно так хитует гурманика, и во всех вообще коллекциях можно увидеть там и вишню, и персик, и вообще какие-то ананасы. Ну, впереди же, например, вот смотрите, впереди лето, и, мне кажется, вот, например, запах огурца там. Сочетайте их, нет, нужно, смотрите, как верочком, да, вот так вот берете, вы как настоящий парфюмер, и смотрите сочетаемость этих компонентов. Помните, как в парфюмере в фильме он бросал платочек, он летел, он тут ловил, амур и психею там поймать. Ну, у вас немножко попроще задача, вы будете сами смотреть сочетаемость, насколько она вам нравится, какие компоненты мы добавим или нет. Так, раскрывай, да, интересно, раскрывай маленький секрет. То есть берется несколько вот этих вот полосочек чудесных, да, на них капается масло, и вместе это все смотрится, ну, то есть как звучит ансамбль. Да, это называется блотеры. Профессиональные парфюмеры, когда создают аромат, у них уже есть либо техническое задание, которое им дали, либо они там сами что-то захотели, они расписывают формулу, готовят весы, да, где там все, так скажем, замеряют. То есть мы с вами сейчас будем делать капа. Мы выбираем их компонентов, может быть, там и 8, и 20, и, кстати, вот, например, очень популярные ароматы молекулы, которые так сложно всегда сочиненно, о них рассказывают очень хорошие продавцы, консультанты. На самом деле они очень простые, потому что молекула первая, молекула вторая, это фактически однокомпонентные духи, их поэтому называют там молекулярными и так далее. Ну, это вот, например, 4 таких простых аромата, я добавлю базу, у меня тут уже подготовлен флакончик такой для вас красивый уже с базой, и нанеся на эту базу профюмерную, вот, например, как в молекуле, там, бралек, самбраксан, он красиво заиграет, дает стойкость и связывает между собой компоненты. А чем, как это все разбавляется? Ну, и, как я понимаю, так как они спиртосодержащие, то, наверное, просто берется там какое-то количество спирта, и на него там несколько капелек того-того-того-того. Когда я работаю, так скажем, профессионально под заказ, тогда я составляю сначала, так скажем, эссенцию, да, волшебную. Ну, вот именно сам аромат, да, как он будет? Да, как он будет аромат, концентрат, он должен постоять, ну, там, желательно сутки, затем уже добавляется спирт, затем вызревает, бывает, есть очень много натурального сырья, может выпасть осадок, его нужно профильтровать и так далее. Но, когда я провожу в Новосибирске мастер-классы, то мы это делаем все, так скажем, сразу, с колес, я сразу даю флакон, потому что женщинам ждать месяц, там, у полгода, это, конечно, испытание. У меня был один клиент, который ждал полгода, написал каждую неделю, ну, там, готово, а когда будет готово, я говорю, ну, наберитесь, пожалуйста, терпения. Потому что был очень сложный состав, было очень много натурального сырья, натуральное сырье всегда долго вызревает, и иногда думаешь, ну, что там получится. Почему парфюмеров учат, это фактически химики, да, потому что это химическая формула, да, то есть нужно понимать, что на выходе. Я не профессиональный химик, я умею собирать из готового, там, хорошего парфюмерного сырья уже готовые компоненты, поэтому не всегда я могу предугадать, что там сильно выпадет осадок. Ну, хотя уже, конечно, опыт большой. Ну, в силу опыта, да. Конечно, да. Слушайте, я поняла, что здесь один компонент лишний. Вот, да, 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 когда, то есть они вам отдельности нравятся, но когда, например, еще вы выбираете компоненты, приходит, знаете, такое насыщение. То есть я могу вам дать, если сейчас, например, у нас было бы время, вы протестировали бы все компоненты, вы сказали, вот это, вот это, вот это вкусно, обычно женщина выбирает порядка, например. Они все по отдельности вкусные, но когда-то... А вот вместе уже, да. А вместе, да, не тот, как хорошо. Женщины много выбирают, а потом приходят на освещение и говорят, ой, вы знаете, мне уже половина это не нравится. И когда вы выбираете сами от первой до последней ноты, и как бы аромат не раскрывался у вас на коже, еще важно протестировать, как это на коже будет. Конечно. Вам всегда ваш индивидуальный подход будет нравиться. Знаешь, как обидно, когда ты выбрал дыню и ее убираешь. Она очень простит на самом деле. Нужно ли в промежутках, например, нос обязательно макнуть в кофейные зерна? Нет, вы знаете, это очень глубокое заблуждение. Вот у меня стоит водичка, вам не принесли, а я так попросила за меня. Всегда, когда вы идете в парфюмерный магазин, возьмите с собой небольшую бутылочку воды. Для чего? Потому что вода смывает все эти молекулы, то есть вы дышите, у вас все оседает, так скажем. То есть нужно закапать водой в нос. Не закапать водой, нужно попить, и тогда будет восприятие. Залетет вода достаточно. Восприятие, да. Кофе вы только еще больше усугубляете, перегружаете свое все альфакторное восприятие. Но кофе очень быстро переключает. Мне всегда так казалось, и я не понимала, правда, почему пытаются... Вообще, это, знаете, я не понимаю, почему крупные ритейлеры, которые, так скажем, парфюмерные, неужели так сложно поставить кулер, ну, наверное, какие-то будут большие расходы. Потому что кофе проще вот в мешочке положило, оно вечное. Дело в том, что, понимаешь, допустим, я после кофе вообще ничего не чувствую. Да, это верно. Это уже такой дурной тон, и меня удивляет, почему даже какие-то есть у нас небольшие парфюмерные магазины, приходишь, тебе суют это кофе. Давайте начнем, мне уже не терпится. Делаем паузу, да, нюхаем уксус. Это достаточно просто. Это, правда, обидно, но вкусненькая же. Я согласен, да. Она вот не туда вообще. Мы выбрали три компонента. Здесь у нас заготовлена уже парфюмерная база, поэтому нам осталось их только накапать. Парфюмерная база из чего состоит? Парфюмерная база состоит из тех компонентов, которые называются, например, базовые, да, ну, белый мускус еще называют, я использую. Тут у нас будет амбраксан, вот, который связывает между собой молекулы, сделает аромат стойким и шлейфовым. О, вот это интересно. А, так получается, что я начинаю выдумывать свои формулы, не более того. У подъема, у него есть три фазы. Вот первая, когда ты нанес только на себя. Вторая, это спустя там вот буквально минут 15-20, когда основная вот эта вот терпкость ушла. И третий, как я понимаю, вот этот самый платочек, шлейф, да. Третий, да, с которым ты ходишь, ты думаешь... Куда это вы идете, да? А почему? Я иду за вами. Сами накопайте. А сколько нужно? Я же не знаю формулу. Да, нужно же понимать, сколько нужно. А давайте, Марш, какой из этих вот ароматов вам понравился больше всего? Слушайте, я уже не помню. Давайте еще раз. Так. Сейчас скажет дыня. Стал вернуться к ней. Композиция может выстраиваться вокруг одного аромата, например, добавляя, либо вокруг нескольких, да, ну... Ну, пока Алена выбирает, да, скажите, а правда, что количество парфюмеров резко снизилось с момента того, когда появился ковид? И ваша профессия стала, скажем так, более популярна, нет? Нет, вы знаете, смотрите, ковид появился, как бы, и у всех очень по-разному, да, то есть, я могу сказать, что у кого обоняние натренировано, то, ну, как бы, так быстро... Там у нее страшные эти последствия, да? Да, это как мышцы там, да, 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 то есть, все равно. Ну, единственное, что с возрастом может ухудшаться у женщин там обоняние, у мужчин, кстати, оно более такое острое и более глубоко, но такой спектр широкий мужчин не могут воспринимать. Ну, поэтому, если вы сделаете средства, очень много в основном, это мужчины-парфюмеры, они же охотники, они издревле там по запаху. Ну, да, да. Вот, поэтому парфюмеры... Ох, у них какой охотничек. Так, дальше, говорите формулу. Давайте, давайте мы накапаем, так раз вот выбрали, держите вот фрукты, давайте накапаем здесь капель. Это были фрукты? Давайте я вам быстрее. Давайте, у вас рука набита, да, да, чтобы не капли мимо, это же ценный... Миллилитры. Интересно, хорошо, давайте тогда есть все равно интересующие меня вопросы. Смотрите, иногда бывает, чувствуешь какой-то определенный запах, и понимаешь прекрасно, что, например, от этого запаха у тебя начинает болеть голова. Как ни странно, ну, как-то ты ощущаешь какой-то легкий дискомфорт. Действительно ли это так? Ну, конечно, да, если этот аромат вам не подходит, если вас какие-то, ну, там вызывают, ну, например, если взять натуральные компоненты, да, какие-то, какие-то, какие-то эфирные масла. Если вы человек, например, гипотоник, у вас пониженное давление, и сейчас очень много все используют, там, чайное дерево, розмарин, для того, чтобы, ну, профилактика антибактериальная, то, ну, как бы, вам будет хорошо. Вот если вы гипертоник, да, и везде там все улито чайным деревом, тем же розмарином, то у вас может повыситься давление, и вам станет плохо. А вот в чем дело. То есть организм реагирует на запах, который чистит. Да, поэтому вот первое правило, например, в ароматерапии, ароматы выбираются, те, которые максимально вам вкусные, вы из них уже делаете себе композиции. Поэтому у кого-то эфирные масла, самое простое правило, там, встать утром, послушать, что у вас есть в ароматеке, выбрать там одно, можно два-три масла, там, сделать какую-то семью смесь. Мне подарили розмарин, вот и нюхаю розмарин. Вы же меняетесь, например, один парфюм там стимулирующий. Пусть там синтетические компоненты, которые заменяют аналоги натуральных, но, тем не менее, они все равно определенным образом влияют на ваш психоэмоциональный фон. Так, 10 капель мы накапали чего? Да, ванили, сливки. Ванили, сливки. Ванили, сливки. Нет, мы накапали с вами, получается, розы и какао. Так. Это был ваш выбор. Нормально, хорошее утро начинается с розы и какао. Нет, фрукты накапали, обманули, 10 капель фруктов мы сделали. Вот, затем мы добавим с вами... Розу и какао тоже будем доволять? Этот запах тебе тоже понравился? Нет, ванили, сливки 5 капель. Так, ванили, сливки. Да, у нас такой, получается, с вами гурманский будет аромат, такой вкусный, съедобный. Розы и какао. Кстати, вот, например, и тоже 5 капель. Никто меня не будет съесть, не будет есть. А вот, кстати, как вы относитесь к натуральной розе, мне было бы очень интересно посмотреть, потому что розы, которые используются в парфюмерии, компонент парфюмерный вы послушали, а вот натуральная роза, это абсолют, есть абсолюты, а есть у нас эфирные масла, которые у меня там дистилляции, вот в парфюмерии показано, хорошо, посмотрите. Вот, такой вот аромат. Скажите, а какие упражнения для того, чтобы раскачать... Не-не-не-не, у меня же голова заболела. Не-не-не. Ммм! А мне вроде нет, нет, чуть-чуть, немножко... Роза, знаете, по психотипу, это женщина-императрица. Кому нравится роза, это женская мудрая женщина-императрица, властная. Надо было говорить, что мне нравится. Что? Позно пить боржови, понимаешь? Вот видишь, ты говоришь, что я властная, а это неправда. Вот видишь, мне роза не понравилась. Тебя просто нюх подводит. Ольга продолжает колдовать. Да. Так, и как я понимаю, вот сейчас, после того момента, что мы говорили, нужно обязательно, чтобы выстоялось, там, вызрело и так далее, вот это нужно проделать и с бутыльком в том числе? Ну да, сейчас мы смешаем все компоненты, нанесем на блотер, но обязательно нанесем на горячие точки, посмотрим, как у вас раскрывать. Давайте сначала на блотер, а то вдруг что-то не так, и мы подкорректируем, там добавив, у нас есть еще и компоненты, либо усилие в концентрацию, если вы захотите. Сейчас у нас такая туалетная водичку, я вам сделала не очень... Как бережно вы их перемешиваете. Вы знаете, да, в парфюмерии, в ароматерапии все нужно делать бережно, с любовью. И когда вот в фильме парфюмер, он начал трясти банку, я так захохотала, думала, ну, они консультируют, потому что это считается нонсенс, то есть вообще все парфюмеры и все ароматерапевты, они относятся... По-хорошему, это было штука режиссера. ...своему сырю, как к живым существам, понимаете? И одна ученица говорит, я с ними разговариваю, с чем начать работать. А существует ли вообще какой-то, опять же, возвращаясь к фильму парфюмер, то есть он создавал какую-то некую идеальную форму, да, там идеальных 12 запахов, по-моему, если мне не изменяет память, из которых он создал идеальный аромат, который провоцировал людей на какое-то поклонение глобальное. Любовь такую, безусловно, да? Да. Он не хватало любви, он был нелюбимым ребенком. Да, мне нравится. Ммм, очень-очень приятно. Давайте нанесем вам на ручку. Удивительно, как так может быть? Это просто ароматы, сочетания... Удивительно ли настолько ароматы могут провоцировать людей на действия? Да, это действительно так. Они играют огромную роль. И сейчас у нас развивается такая наука, как аромопсихология. Я ее очень сильно изучаю, смотрю. И если вы будете использовать те ароматы, которые, например, помогают в выработке серотонина, эндорфинов, да, а когда мы наносим на себя что-то вкусное, мы начинаем по-другому себя ощущать и чувствовать, это передается людям. Смотрите, я предверженник квантовой физики. И когда я изучаю фирмы масла, квантовая физика многое объясняет. Каждое растение, и все мы имеем свою волну. И растения, и цветы имеют разные волны. И, грубо говоря, используя натуральные сферы, мы с ними синхронизируемся. Спасибо, да, огромное. Очень вкусно пахнет. Очень много полезной информации. Ален, представь, пожалуйста, еще раз нашу гости. С удовольствием. Ольга Паченко, парфюмер, ароматерапевт. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Программа «Оранжевое утро» продолжается. Выбирайте правильные запахи, потому что от них зависит ваш сегодняшний день. Хорошего вам дня.